Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео про магний. И про магний, конечно, вы что-то слышали, по крайней мере, что он очень важен для здоровья. И сейчас коротко я поясню самое важное, то, что должен знать каждый человек. И не только теоретически, но и в практическом смысле. Симптомы дефицита магния похожи на симптомы дефицита калия. Запомните это. Видео о симптомах дефицита калия у меня было, и ссылку на него я вам оставлю под этим видео. Самое главное, помните знать, что в зелени, салатной зелени, укропи, петрушки, сельдерей и так далее, есть и то, и другое. То есть и калий, и магний, и много других, конечно, важных минералов. Но проблема в том, что многие люди сейчас зелень не едят или едят слишком мало, символически, особенно зимой. А едят все вареное и жареное, что напротив крадет магний. Зелень и дорога, и в дефиците, скажем, на севере страны. Да и привычки современного общества пагубные. Люди в основном едят, что проще, быстрее, дешевле, под рукой залил кипятком, сунул в микроволновку, быстро, удобно и ешь. А на здоровье свое наплевать, это, конечно, печально. Признаки дефицита магния явные есть. Это, конечно, спазмы мышц, постоянный тонус мышц, то есть напряжение, как железные и каменные. Не могут мышцы расслабиться, как скованы. Это явный признак дефицита магния. Сводит ноги, особенно вечером, ночью. Это сопровождается сильной болью. Ну, все ощущали такое состояние хоть раз в жизни. Подергиваются мышцы, ну, типа нервных тиков. Это тоже признаки явные. Ну, и, конечно, при этом повышенная утомляемость. Это связано с дефицитом некоторых ферментов. По причине дефицита магния, который влияет и участвует в выработке многих ферментов. И это нарушение натриево-калиевого насоса. А именно благодаря этому насосу мышцам дается энергия АТФ. Магний дает энергию и мышцам. И защищает нервную систему. Потому судороги в мышцах и сбой в работе сердца, то есть аритмия, это дефицит магния. Еще раз, беда в том, что люди не едят зелень или едят слишком мало, символически. Но магний необходим еще и для синтеза белков, ДНК, РНК. Бессонница, кстати, тоже часто бывает. И в основном по причине дефицита магния. Поэтому и врачи опытные советуют вечером пить, принимать магний. Ну, чтобы лучше заснуть. Более того, магний, и это, наверное, не все знали, повышает, поднимает чувствительность к инсулину. И тем самым, если вы потребляете достаточное количество магния, вы снижаете тем самым опасную для жизни и здоровья инсулинорезистентность и защищаете тем самым себя от диабета второго типа. Еще раз, аритмия сердца, различные виды аритмии, это почти всегда дефицит магния. А магний, помните и знаете, расширяет сосуды. И тем самым, снижает повышенное кровяное давление. Потому так и важен тем, у кого артериальная гипертензия или повышенное артериальное давление. Магний снижает повышенное артериальное давление. Магний также связан с кальцием. И от остеопороза важен и необходим не менее, чем кальций. И хорошо, что в зелени есть и то, и другое, и третье. То есть и калий, и кальций, и магний. Вообще, зелень потому и зеленая, что в основе хлорофила, пигмента, дающий зеленый цвет, как раз атом магния. Вот и все. Более того, для активации витамина D, который необходим для крепких костей, для того, чтобы проводить кальций в костную ткань, магний также необходим. Вот так. Поэтому, когда вы принимаете витамин D3, принимайте и магний. D3, конечно, лучше принимать в липосомальной форме для полного и легкого усвоения. Посмотрите мое видео про витамин D3 в липосомальной форме. Еще один нюанс. Дефицит магния поднимает кортизол, и вы подвергаетесь большему стрессу. Ну и, соответственно, апатия, плохое настроение и тому подобное. Фруктоза, сахар, сладкое, забирает магний, уменьшает его количество в организме и приводит к дефициту. В общем, я привел много важных примеров, и это более чем достаточно для осознания того, что с дефицитом магния шутить не стоит. Так вот, какой возникает вопрос, магния лучше принимать, потому что зелени человек потребляет мало. Грубо говоря, большую миску с горкой каждый день человек есть не будет, как правило, мало кто. Будет прекрасно, а нет, что делать. Какой концентрат магния принимать? И здесь есть два варианта. Не обязательно магний принимать именно в виде, ну, скажем, препаратов, таблеток. Две альтернативы я сейчас вам поясню. Ну, во-первых, это спирулина, хлорелла и, конечно, сок проростков пшеницы. Вот, пожалуй, три продукта, концентрата, которые есть в порошке или таблетках, ну, удобно принимать, сбиваются водой, и все. Это идеальный вариант, простой. Секунды буквально на это уходят, и человек, даже если ест в основном вареную жареную пищу, это поможет ему в какой-то мере, ну, факторов много влияет, но, тем не менее, сохранить здоровье. По крайней мере, ликвидировать дефицит магния, калия, кальция и многих других минералов и витаминов, например, группы В. Про хлореллу, спирулину, сок проростка пшеницы у меня были видео, и ссылки на самые главные из них важные я вам оставлю под этим видео. Но помните, что эти концентраты, то есть в виде порошков или таблеток, ну, прессованного порошка, спирулина, хлорелла должны быть органические, био, и полученные не лабораторно, то есть выращенные лабораторно, а именно из дикой природы, но это в идеале, потому что и состав там совершенно другой, полезный. И химически вредные примеси, они не должны в себе нести, а поэтому должны быть биоорганик. Ссылки именно на такие натуральные концентраты хлореллы, спирулины, я вам тоже оставлю под этим видео, чтобы вы могли приобретать качественные, которые помогут укрепить здоровье, а не наоборот. Ну, а второй вариант. Существует несколько видов солей магния, и у каждого из них разный уровень концентрации чистой соли магния. И только чистая соль магния важна для всего того, о чем я вам говорил выше. Вот этот препарат магния-4 в 1 несет в себе 4 формы, внимание, хилатного магния, форм магния больше, но хилатные водорастворимые формы магния, их 4 главных, основных. И самое главное, это важнее всего, что в данный препарат входит гидроксид магния, один из самых дорогостоящих и самых важных натуральных и полностью усвояемых ингредиентов. И потому не сравниваете этот препарат магния-4 в 1 ни с чем, иным это просто некорректно. Если принимать магний без глицетат, ну, это обычный магний, который продается в аптеках и везде, в общем-то, то на самом деле надо, чтобы получить норму 400 миллиграмм в сутки, нужно принимать от 10 капсул в день. Так как содержание чистого магния в безглицетате, магния низкое, и потому ролик я перегружать не буду. Люди не любят длинные смотреть, но чтобы вы поняли, если кто захочет, какие формы магния существуют, все в каком процентном отношении, как усваивается, не усваивается, что вот все в этой брошюре есть. Ссылку я оставлю вот на сам этот препарат, а под препаратом можно открыть брошюру и все это посмотреть подробно, досконально, все будет ясно. Кстати, этот препарат содержит еще 72 минерала в своем составе. Там идет мерная ложечка, и этот порошок нужно разводить в воде и выпивать после еды. Один раз в день. Все очень просто и удобно. И никаких вредных побочных действий, потому что это натуральные чистые соли магния. А из чего же добывается эта соль магния, натуральная, естественно, ну вот узнаете тоже из брошюры. Что же касается многих витаминов и отчасти минералов, то, конечно, если есть возможность, надо брать в липосомальной форме. Ссылки я вам тоже оставлю. Ну что ж, полагаю, коротко и четко я ответил на главные вопросы, пояснил о свойствах, значениях магния, о дефиците и как устранить этот дефицит. У меня, кстати, есть видео о многих других минералах и оцинке, и о витаминах различных. Ссылки обязательно, подборку о самых главных, важных из них я оставлю вам под этим видео. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Желаю всем хорошим, порядочным людям, крепкого здоровья и здравомыслия. И до новых встреч. Не забудьте подписаться на мой канал, кто еще этого не сделал. Нажать на колокольчик, поставить пальчик вверх. Ну и поделитесь ссылочкой на данное видео со своими друзьями, родственниками, коллегами. Помогите распространить эту важную информацию, ну и заодно сделать большое благое дело для своих знакомых в плане сбережения ими своего здоровья. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям, крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!